Ребят, всем привет! Сегодня мы вылетаем в Китай. Это у нас будет прощальный фонарик с Россией. С Россией, да. Мы загадываем желания. В России уже совсем холодно. Сегодня 27 августа, и на улице прям осень. Загадали желание? Да! Я хочу, чтобы мы поскорее вернулись в Китай. Ну все, давай. Лети! Вон он! О, в небеса полетел, смотрите. Ура! Я хочу, чтобы мы поскорее вернулись в Китай. Да можно! Как будто заброшусь. Пока! Посмотри, мама, он как звездочка стал. Да, совсем маленький, да? Как звездочка! Красивая! Смотрите, тут эта лиственница такая. Там наклейку где-то снимаешь, и там будет такой стаканчик. Там земля и семечки. Когда закопаешь семечки, их надо полить. Такое мини-дерево будет. В Китае, да, можно посадить? Да. У меня такой же есть. Ну давай попробуем. Ребят прощались, не было времени даже достать камеру, все на эмоциях как-то было. И сейчас вот мы уже здесь, пошли на регистрацию, а родители наши там все машут. Ну вот, Арина, подружка. Вероника, ты приехала в Китай, какое у тебя ощущение? Да, здесь много китайцев. Много китайцев? А русские есть, Ика? Немножко. Ребята, всем привет. Мы приехали в Китай. У меня классные ощущения. Классные ощущения? И поехали мы на вот эту лесенку. Показать? Нет. Пока ехали с Пекина до Гуанчжоу, Полина всю дорогу играла, смотрела мультики, вообще не спала. У нее сейчас перевозбуждение какое-то прет. Ну да. А этот ребенок у нас выспался. А это вообще, я ее будила покушать, она ни в какую не просыпалась. Мне кажется, он так хочет есть. Так, короче, наконец-то мы прилетели. Господин, получим багаж, поедем в город. В Китае, в аэропорту вообще так классно все сделано. Вот, по крайней мере, в Гуанчжоу. Вообще здорово. В туалетах есть комнаты для переодевания. То есть, если ты там с холодной осени прилетел, как мы... Угу, можно переодеться. Да, можно переодеть там одежду более легкую такую. Вот, потом везде в аэропортах в Китае есть вода. Вот чего не хватает, как бы у нас в России, правильно? Обычно питьевой воды. Обычно питьевой воды, потому что у нас в России это монетизирует, и вода очень дорогая. Кстати, вот я смотрю, да, через окно по ощущениям, да, как будто бы прохладно там, да? Ну да, но на самом деле там жарко и влажно. На самом деле там очень жарко и влажно, да, действительно. Потому что сейчас мы находимся в аэропорту, здесь кондиционеры, конечно, охлаждают. Кто в самолете, Вероника, спал и не кушал? В общем... Кажется, что ей больше еда, да, китайская нравится, да? Да, она китайскую еду с большим аппетитом ест. В России, например, китайскую еду ее не заставишь есть. В общем, давай расскажем план действий. Мы сейчас, в общем, перекусим. У нас остался обед, да, или что? Нет, у нас один ребенок голодный остался, потому что она всю дорогу спала. Да. Поэтому мы еду ей взяли с собой, сейчас она позавтракает. В общем, короче, мы прилетели, ребята, все, в Гуанчжоу, наконец-то, сейчас выйдем на улицу. Нет, на улицу сейчас не выйдем, сейчас пойдем в метро, доедем до нашего района и поедем к Виктору. Виктор, оставим наши вещи, и если Виктор будет еще дома, то это будет, он нам будет на руку, он нам пойдет, поможет с новой квартирой. Да, он будет поговорить с хозяином. Да, то есть мы будем заключать договор, будем решить какие-то нюансы по квартире, какая мебель будет, не мебель и так далее. В общем, поставим чемоданы и пойдем искать жилье. Если в этом случае ничего не получится, то пойдем к Лене. Лена остановилась в Гуанчжоу. И Лена нашла квартиру в Гуанчжоу, они сейчас живут в Гуанчжоу, перебрались прям поближе к нам, тоже в Панью. И, в общем, мы пойдем к Лене. Лена позвала нас, сказала, мы с радостью вас примем. Приветик. Да. Оставайтесь у нас сколько хотите, поночуйте там день, два, три, пока, говорит, не решится все у вас с квартирой. У нас рейс задержали в Пекине на час, наверное, да? На час. На час, да. Может, даже больше. Вообще, как это, блин, знакомо. Мы когда улетали, тоже задержали. Что-то Пекин вообще не справляется в этом году. Правда, как будто попадаешь в какой-то космический корабль, да? Вообще, красиво так сделали здесь. Давай сюда. А там нельзя с тележкой. Музычка играет. Все светится. Кино? Это планеты. Да? Солнце, наверное. Привет. Привет. Думаю, все уже. Не попадем к тебе. На улице дождь. С приятом. Привет, Витя. Раскучились. О, как пахнет сейчас. Сейчас я. У Витя едой пахнет. Сейчас я завтракаю, который. Обед. Завтрак у меня. Обед. Как дела? Хорошо. Севастополь. Устали, да? Я, конечно, с Амировкой. Устали, отлично. Ребят, все, мы добрались. Ура! Ура! Замученные, зажульканные, уставшие, спать хотим. Полька не выспалась, спать хочет. Но будем считать, что мы добрались. Наконец-таки. Мы сейчас, в общем, у Виктора. Виктора, я, наверное, ни разу не снимал. Сейчас маленечко сниму, что тут у него творится. Видите, как обычно, камера увидит. Такой, такой, сразу, сразу, сразу. Стесняется. Он, в общем, сейчас пошел за какими-то продуктами. Видимо, не хватает к обеду что-то сделать. Он там задумал какое-то блюдо. Покажем, да? Да. Вот. Ну, в общем, смотрите, вот такая квартирка. Двухкомнатная квартирка. Две спальни, получается. Небольшой обзор сейчас сделаем квартиры. Видите? Здесь, смотрите, идем салатик приготовил. Здесь, видите, спальня. Не будем тревожить его покой. Здесь, смотрите, кухонка такая небольшая. Здесь он что-то начал уже готовить. Может быть, омлет. Ну, посмотрим. Здесь, смотрите, туалет. Вот, туалетик. И балкон еще такой. Дождь, кстати, ребята, идет. Мы сейчас подожди ушли. Так, дальше. Это гостиная. Ребята, вот это все наши вещи. Вот это вот все вот наше. Это вот не наше, это оставила Аня. Подруга это очень наша. Подруга наша. Так, парапапам. А вот и наши вещи. Посмотрите, ребята. Вся наша квартира сюда переехала. Целую комнату мы забили своими вещами. Мама, а где мой микрофон? Где-то здесь. Вот здесь ваши игрушки и наши вещи. Все в куче. Как мы таскать заколебались это все дело? Аптечка там, подписывали какие-то вещи. Обогреватели. Вентиляторы. Так далее. Велосипеды еще Вити поставили на балкон. В общем, Витю ужали конкретно. Обложили нашими вещами. Ну, я думаю, что день-два и мы все это вывезем. Тоже еще предстоит. Еще то дело. Я думаю, может быть, Катя, закажем грузоперевозки. Может быть, они нам сразу же перетащат. Потому что я что-то это, я представил. Это я потом у меня буду так вот руки сгружать, сидеть. Монтировать надо, монтировать надо. Видео очень много с Россией не монтировать. Обленился напрочь в России. Очень мало снимали. Ну, как бы не было возможности сначала. Да, возможности не было снимать. Так что, ребята, сильно не сердитесь. В сентябре, ну, как бы, смысл сейчас это все объяснять. Это будет позже. В общем, надо монтировать, монтировать, монтировать. Витя блины готовит. Тесто, яйцо, лук и мука. Все, да? Да. Приветствам. Ага, спасибо. Спасибо. Теперь мой завтрак, а ваши? Обед. Обед. Шикарно, видите, завтракает. Блинчики, яйца вареные, да? Да. Ага, курица домашняя. Курица домашняя. Курица салат, чиптер, сангел. Вино, чай, кофе. Давай, мы с гостинцами, Витя, приехали. А? С Россией с подарками приехали. Спасибо. Сейчас немного, давай, смотри, сейчас. Колбаса. 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 И водочка. Теперь будем попробовать. Колбаса. Потом, потом. Попробуем. И колбаску. Да. Колбаса. Что такое что-то? А что, сразу что ли? Ты что? Ахахаха. Ммм, прям пахнет. Девчата вообще в шоке. А ты же? Потом. Ну все, давайте, ребята, за приезд. Витя очень соскучились по тебе. Приездом. Ура. Хороший чай. Хорошее вино. Грузии. Вино с Грузии, полусладкое. На салфетки. Ой, я разучился палочками совсем напрочь. Да, я буду дегустировать. Все, начинаем дегустацию еды. Мы в Китае. В России мы этого не делали. Я тоже хочу. Имбирем он дает специями. Ммм, как я соскучился. Вот яйцо должно быть лучше. Покажи. Вкусное, да? Я хочу вот яйцо попробовать. Китай яйца вкуснее, да, чем в России. По крайней мере в нашем регионе, хоть у нас там очень много птицефабрик, но хорошего яйца совсем не стало. Прямо желток аж белый совсем и вкус у него совсем пустой. Пробуем яйцо. Яйцо, Витя, в Китае можно стучать об стол? Конечно. Ты посмотри, желток прям насыщенный такой прям. Мы в этом году приехали, Витя, у нас в России вообще не осталось хороших яиц. Желток прям аж белый и вкус совсем пустой. Витя, в общем, блины еще приготовил, сам делал, надо попробовать. Там внутри зелень какая-то, лук. Что еще ты добавлял внутрь? Зеленый лук, имбирь. Имбирь чувствуется, ага. Вкусно. Мы в Китае, ура! Ура! Китайская еда, какая вкуснятина? Блины. Блины вкусные, да? О, Витя, блины понравились. Спасибо. Тебе что понравилось? Блины и яйцо. Все, понял. Кушайте. Приятного аппетита. Ребят, в общем, мы помылись, переоделись. Виктор нас встретил вкусным обедом. Привели себя в порядок. А то были как мыльные курицы. Так охота была от себя скинуть эти грязные вещи. Переодеться, помыться. Виктор нам предоставил душ и так далее. И время не теряем. Сразу же направились переговорить... Посмотреть квартиру. Посмотреть ту квартиру, которую мы смотрели. Если кто не видел, я оставлю ссылку в описании. Мы с Катей делали новости, да? Наши. Да. Перед отъездом. Искали жилье себе. По приезду, чтобы было что-то. Конкретика какая-то. Вот. И мы сейчас связь держим с этим мужичком, да? Как его назвать? Не знаю. Хозяином. Хозяином квартиры. Да. И вот, в общем, сейчас направились к нему. У нас 7 часов ждет. Взяли с собой Виктора. Где мы будем спать? Ну, пойдем посмотрим. Здесь есть. О, тут какие-то кровати. Тут два туалета. Тут два туалета. Ой, мебель-то вон старую, конечно, поставим. У нас рука не двухэтажная. Угу. Такова не подойдет кроватка? Да нет, вообще все не то. И там большая кровать с еще одним туалетом. Да. Ну, как? Как вам, девчата? Пока не очень. Я хочу двойной новый этаж. Кровать двухъярусная, да? Вот еще один туалет. А, вот кровать с этим новый. В общем, конечно, все, вот это все портит старая мебель. Если это, конечно, все поменять бы. Убрать. Вот хозяин, кажется, идет. Здравствуйте. Удачи! Здравствуйте. 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 Мебель, которую новое вы хотите, вы сами купите. Каждый месяц у nào будет скиднуть на 200 юанях. Короче, comparison 2400 юаник будет по годам, за это мебель у нас хватит. Каждый месяц у нас будет скидка минус 200 юанях. Вы сами купите. Если вы покупаете новые мебели, когда уезжаете самимロхом, зарядите ну это он выкинет это он выкинет он говорит вы купите мебель говорит и куда хотите туда и поставьте стол тул понимаешь в общем сейчас ну где поставим цена тебе нравится нет ничего не он пока не нравится там тараканы валяются герметиком все промазывать они не ходили покупать в общем сейчас ребята пройдемся еще раз покажу здесь в общем гостиной такая смотрите большая здесь вход получается вот квартиру здесь кухня ничего нет вообще пусто здесь создать и санузел сразу же кухне здесь все так простенько кондиционер он сказал поставить вытяжку холодильник поставить дальше дальше здесь здесь спальни каждый спальня санузел идет санузел с водонагревателем здесь такая типа встройка есть свежая это все старое стал выкинет кровать новая давать новая вот такая спальня получается шторки повесил и вторая спальня там тоже санузел тоже санузел более нагреватель и так далее короче все есть здесь тоже все выкинет потому что это все реально очень старая все старом очень такое нехорошее не нравится вот эта стройка кстати новая вот такая квартирка ребята будет стоить 2000 еваней в месяц сейчас будем в общем думать будем брать или нет почему-то мне не очень нравится пока что да какая-то ситуация получается он на все соглашается и мы все что не спросим он на все соглашается мы могу брать мебель он говорит уберу уберу кондиционер говорит два поставлю мы говорит 3 надо он говорит 3 поставлю нам потому что надо гостиной поставить 3 1 потому что мы там постоянно находимся работаем так далее мебель быть полностью беру скидку он сделает 200 и 1800 получается вместе мебель свою я на будь ваша все соглашается в общем подумаем да сейчас подумаем сейчас буквально подумаем учу берем в общем попробуем экспериментально на на один год курсерка в целом нравится маленечко только пугает кухне потому что она такая непривычная для именно для нас для русского брата так скажем то есть допустим вот заходишь как-то все открыто если здесь какая-то посуда будет стоять не знаю могу придумать какие-то может стеллаж какой-то или может закрытый шкаф какой-то надо будет передумать в общем думать надо будет что-то с кухни надо будет сделать надо будет купить газовую плиту баллон и можем быть плитой пользоваться также можно электрическую печь купить гарденовских всяких взносов там главный фэй там короче нету ничего там в общем за квартиру может быть будет выходить в месяц я прокурат имею ввиду около 300 400 максимуму то горит его не тут прям вообще прям по максимуму если мы там воду будем лить электричество и так далее в общем поживем увидим на год подпишем договор квартирку приведем в полный порядок так скажем уже потом может покажем сейчас пойдем подписывать оговор торжественный момент наш момент подписан барабанная дробь здесь по-английски написать фамилия имя просто роспись делали нет нет фамилиями или как подписан гови сессии мы его и привет привет но мы и клята уже спят поэтому где ваши детки я поснимаю обнимашки целовашки вообще мы сейчас гостях у лены переночуем лена нас принялась при приютила нас мы потом поснимаем более подробно да можно квартирку вашу более подробно снимаем потом снимите до и после все проведем они все уже смотри батоны уже постелены